Продолжение следует... Здравствуйте, меня зовут Владимир Аверин. Через несколько секунд я буду вести в этой студии дискуссию, посвященную Николаю Славянову. А пока зрители, которые пришли сюда для участия в ней, вместе с моим коллегой Дмитрием Патилеевым, голосуют. Они определяют свое отношение к Николаю Славянову. Вам я напоминаю, что в финал проекта «Перемь Великая» вышли семь персонажей. Это Александр Попов, Сергей Дягилев, Николай Мешков, Николай Славянов, Анатолий Солдатов, Карл Мадырах и весь род Строгановых. До 1 июня у вас есть возможность голосовать на сайте www.perme.ru либо с помощью смс-сообщения на короткий номер 5128 после слова «Перемь» фамилия вашего кандидата. Через несколько минут мы узнаем результаты голосования зрителей до начала этой дискуссии и начнем эту самую дискуссию. Ну, честно говоря, впечатление такое, что шарики желтые и белые расходятся, кажется, очень синхронно. Поэтому на первый взгляд даже и тяжело сказать, каких, в конце концов, в нашей урне для голосования окажется больше. Здравствуйте! Мы с вами в студии программы «Имя Перми Великой Веду и я», Владимир Аверин. Наша сегодняшняя программа посвящена Николаю Гавриловичу Славянову. И его будет защищать Игорь Николаевич Шубин, глава города Перми. Здравствуйте, Игорь Николаевич! Здравствуйте! Помогать ему будет его советник Юрий Константинович Калаев, доцент, действительно член Беждународной Туристской Академии. Здравствуйте! Добрый день! Будут на моем месте здесь появляться и оппоненты против позиций наших основных участников. Но прежде чем мы начнем дискуссию здесь в студии, давайте посмотрим материал, который мы подготовили про Славянова. Николай Гаврилович Славянов принадлежит к тем, кто создавал самую долгую и самую прочную Славу Перми – заводскую. Его изобретение, дуговая электросварка металлов, произвело революцию в металлургии и вывело Прикамье в лидеры мировой промышленности. В 1883 году, окончив Петербургский горный институт, Славянов начал работать в Перми инженером орудийных и механических фабрик. Через 8 лет он был уже директором пермских казенных пушечных заводов. Благодаря ему в Пермской губернии впервые появилось электричество. Россия в те годы не производила электроприборов и машин, поэтому молодой энтузиаст Славянов сам проектировал и строил необходимое оборудование. Он первым в стране оснастил цеха электростанции и электрическим освещением. В 1888 году Николай Славянов представляет свое главное изобретение – метод электросварки плавящимся металлическим электродом, который успешно применяется до сих пор. Благодаря сварке на заводе чинили машинные, пароходные, провозные части и даже церковные колокола. Ремонт экономил предприятию огромные деньги. Славянов написал первый в мире научный труд по электросварке, изготовил первый в мире сварной пароход, а в 1993 году вновь поразил мировое промышленное сообщество. Ко всемирной выставке в Чикаго Николай Гаврилович представил призму из металлов, ранее считавшихся несплавляемыми. Знаменитый славяновский стакан получил в Америке золотую медаль и сегодня его изображение служит постаментом для памятника изобретателю. Но добрую память перемяков Николай Славянов заслужил не только своими изобретениями. Он вместе с мастеровыми, не жалея сил, трудился в цехах, умел работать на всех станках, был прост и человечен в общении с рабочими. И когда он скончался в возрасте 43 лет, впервые за всю историю мотовельхинские заводы были остановлены. Вот такая историческая справка про Славянова. Вам предстоит рассказать, доказать, убедить, что Славянов именно тот человек, который должен быть назван победителем проекта «Имя Перми Великой». Я действительно пришел в эту студию для того, чтобы отдать свой голос и привести аргументы в пользу нашего великого земляка Николая Гавриловича Славянова. Он прославил город Пермь. И Пермь до 19 века никто не знал. Этот город на карте никто не видел. Потому что все, что от Москвы на восток 500 километров, это уже была Сибирь, ссыльный край и все на этом. И только с изобретением Славянова в 1888 году все газеты мира, международные журналы говорили о том, что Пермь – это научный центр, это промышленный город, который дал серьезный импульс мировой цивилизации. Это город инновационных технологий. Это связано с именем Славянова. И этот великий Пермяк сегодня, мало того, что он отдал самый расцвет своего творчества, и его изобретения были сделаны здесь, в Перми. Он сегодня здесь захоронен, сегодня ему здесь есть памятник, есть бюст, есть улица Славянова. Но при всем при этом, я считаю, что его имя недооценено. Мы еще до сих пор не понимаем, что именно этот человек на карту мира нанес город Пермь. Именно этот человек, и ни один из наших земляков, при всем уважении ко всем именам, которые были перечислены, перед которыми снимаем шляпу и, безусловно, благоговеем, не может сравниться со значимостью для Перми, для мировой цивилизации. Через его изобретение мир узнал о Перми. Поэтому нам есть чем гордиться. И уже сегодня я имею предложение, в этом году, Николай Горисович, исполняется 155 лет, со дня рождения, переименовать одну из площадей, города или сквер, может быть, даже площадь Дружбы, значит, площадь Славянова. И даже стойки в этой студии сварены по его методу. Со стойками это хороший финал для первой речи совершенно. Аплодисмент, аплодисмент. Неудивительно совершенно, что мэр гордо знает о том, кто такой Николай Славянов. При этом в студии собрались люди, которые имеют по этому поводу самое разное мнение. До начала прошло голосование. И вот давайте узнаем его результаты. Мой коллега, ведущий программы «Вести Пермь» Дмитрий Пантелеев, подводит его итоги. Дмитрий. Да, Владимир, буквально только что мы посчитали голоса на входе в студию, и у нас получилась картина следующая. 22 участника сегодняшней программы поддерживают Николая Славянова, а 17 человек считают, что он ни при каких условиях не может быть именем Перми Великой. Спасибо, Дмитрий. 17... Итак, 17 на 22. Юрий Константинович, у вас, в общем, простая позиция здесь, в этой аудитории, но, может быть, не очень простая, если мы имеем в виду аудиторию телезрителей. Далеко не все могут разделять точку зрения мэра. Попробуйте помочь ему и доказать, что именно Славянов – это главный персонаж этого проекта. Начнем с простейшего доказательства, что Славянов был признан великим еще его современниками. Игорь Николаевич правильно сказал. Мы не то что должны оценить, мы должны с гордостью нести это имя, потому что это пример, величайший пример для нашей современной молодежи. Мы говорим сегодня продвигать молодежь, молодежь, молодежь. Вот он ярчайший пример. Представьте себе, в 1977 году он заканчивает горный институт, отличием заканчивает. Далее попадает на Воткинский завод. Через год он уже становится механиком Воткинского завода. Еще через некоторое время он попадает к нам. В конце 83-го года, 2-го февраля он приступает к работе 84-го года. И уже в 88-м году, всего за 4 года, он совершает колоссальный сдвиг в науке. За 4 года он создает электрическое литье металла, которое известно нам как, естественно, электросварка. Это великолепнейший пример человека, который верой и правдой служил в Пермской земле. Поэтому его, иначе как гордость земли Пермской, назвать нельзя. Единственное, что меня смущает, когда вы говорите, это мы все время смотрим немножко назад. Вот давайте, может быть, попробуем в ходе этого разговора развернуть этот разговор в будущем. Мне бы очень этого хотелось. Впрочем, опять же, здесь в студии люди знают, кто такой Славянов. Здесь в студии люди готовы его защищать. Знают ли о том, кто такой Николай Славянов, Пермяки? Елена Данилина, наш коллега-журналист, вышла на улицы города, чтобы выяснить этот вопрос. Я стою в центре нашего любимого города, на улице Покровская. Ныне она называется улица Ленина. Когда-то здесь ходили наши предки. И сейчас я попытаюсь узнать, у прохожих знают ли они, кто такой Николай Гаврилович Славянов. Знаете ли вы, кто такой Николай Гаврилович Славянов? Я же знаю. А чем он знаменит? Сваркой? Нет, я не знаю. Сварку изобрел. Славянов? Нет. Славянов? Да. Ну, так, смутно. А что он сделал, знаете? По сварке что-то. Памятник стоит в Мотовельхинском районе, на дружбе, на почве дружбы. Изобретатель сварки. А вот он сделал сварку. Это стоит у него памятник, там, в Мотовельхинском районе, где техникум. Техникум. Славянов? Нет, к сожалению, не знаю. Вы имеете в виду имени которого названо училище? Был такой у нас, скажем, это самое, изобретатель, что ли, где-то в Перми или еще где-то. Что ли, изобретатель в Перми или еще где-то. Вот надо доказать, что в Перми и действительно изобретатель, и его изобретение важно не только для истории Пермского края, но и для его будущего. Впрочем, далеко не все уверены в том, что именно Славянов должен стать победителем этого проекта. Я приглашаю к этому микрофону оппонента первого. Сергей Германович Суханов, директор Пермского института сердца. Профессор, пожалуйста. Я, прежде всего, хотел бы поблагодарить организаторов и вас, Володя, за приглашение меня участвовать в этой передаче. Спасибо, но ваше время придется. Ничего страшного нет. Ну вот, может ли человек жить без имени? Порой даже вот ребенку дать имя, наверное, бывает очень сложно. А вот такому сообществу людей, которое объединено территорией, территорией успеха, Пермскому краю, это, наверное, очень сложно сделать. Тем не менее, наше вот шоу и вот эта игра, она не умаляет вот того достоинства, той привлекательности, той истории, которая заложена в основе вот этой самой игры. Но для себя в период оппоненции я все-таки решил сделать некоторые правила или, скажем так, критерии оценки этой личности. Ну вот, первый критерий для меня это масштабность и многогранность личности. Второе, это такая неистовая приверженность к родине. Ну и третье, это... Вы говорите, во-первых, время истекло, во-вторых, скажите, вы за Славянова или против? Ну, я, наверное, скорее не за, хотя это выдающийся человек. Но не за. Не за, просто... У вас есть какой-нибудь кандидат, которого вы готовы противопоставить Славянову? Я бы сказал, ну вот, тем критериям, которые удовлетворяют номинанты, вот такой совокупный есть номинант, как семья Строгановых. Род Строгановых. Да. Хорошо, тогда давайте вот на этом пока поставим запятую, я еще дам вам слово. Будете возражать? Конечно. Пожалуйста. Сначала я хочу продолжить вашу... вам опонировать по вашему замечанию, что хотелось бы перейти в будущее. Все о прошлом, а о будущем. Так я вам хочу сказать, что на сегодняшний день, даже тогда, когда есть уже сегодня президентские программы по нанотехнологиям, альтернативы сварки нет. Без. Все? Нет. И сюда еще. Да. И сюда. Значит, Сергей Игоревич, кому как не вам известно, что сваркой пользуются даже при сваривании сосудов в медицине. И на сегодняшний день она настолько глубоко проникла в медицину, что, ну, без сварки даже в вашем департаменте, в вашем ведомстве, в вашем совещанном институте делать нечего. Поэтому, а если уж говорить, замечательные критерии вы сегодня привели, действительно какие-то правила, имя Славянова попадает в любое из этих. Пожалуй, это единственный номинат, который может претендовать, во всяком случае, на планетарную признательность. Тут я соглашусь, что Род Строганов, в общем, способен потягаться. Потягаться, быть может. Если может, я предоставлю слово еще вашему советнику. Потягаться, быть может. Вы знаете, при всем почтении к Роду Строгановых, вы понимаете, мы все-таки говорим о роде. Мы говорим об огромном, огромном пространстве, 450 лет. И как можем мы говорить и сравнивать человека, который прожил всего 43 года? Очень просто. На сайте www.permvelikai.ru кнопочки очень легко сравнивают. Нажимаем на одну, либо другую. Да, по крайней мере, кнопочка кнопочкой. Но величие этого человека сравнивать с династией... Удача Славянова в том, что мы не всю семью Славянова рассматриваем, а его одного. Потому что... И всего 13 лет жизни в Перми. Так, вот... Самый плодотворный. Вот это аргумент. Самый плодотворный. Кто из аудитории хочет сказать слово «за» или «против»? Я против Славянова. Потому что, вот я согласен с тем оппонентным, что Строгановых тоже рассматривать мы не можем. Но я против Славянова, так как у каждого человека в кармане есть сотовый телефон. А сотовый телефон заслуга кого? Следовательно, мы можем рассматривать имя Попова как в планетарных масштабах. Игорь Николаевич, в сотовых телефонах сваривают что-нибудь? Конечно! 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 Все! Конечно! Все! Имя Славянова очень прочно связано вот с Россией и с Перми. Славянов здесь работал, свое запретение было здесь проведено. И внедрение со всей губернии привозили колокола, которые ремонтировали. И Пермь стала первым производственным городом, куда ехали, учились, знакомились, и откуда пошел процесс сварки, который существует и сейчас. Нет ни одной отрасли, где бы мы могли сейчас развиваться и жить без сварки. И более того, видимо, аргументация вот вся эта сводится к тому, что именно Пермь родина вот этого. Вот все остальное, может быть, родилось где-то еще. Но если мы говорим про сварку, то именно Пермь родина сварки. И это плюс. Если есть возражение против этого, принимаю. Если нет, давайте еще какие-то аргументы. Можно еще? В Миланском музее естествознания висят четыре портрета. Первый портрет Джеймса Максвилла. Второй Генриха Герца. На третьем месте висит портрет нашего земляка Александра Степановича Попова. И только на четвертом месте Гульема Маркони. Я думал, на четвертом сейчас будет славян. Нет, 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 нет. Второе. В свое время, значит, Александр Степанович Попов был присутствен в знак заслуг. Золотая медаль на Парижской выставке в 1900 году. А славянного не было? Нет, нет, причем, и теперь, и последнее, последнее. Лишним доказательством, во-первых, в сотовых, я как специалист из области связи, скажу, что в сотовых телефонах там сварки, как такого нет, там применяется пайка. Но в станках, которые производят их. Ну в станках, да, в станках. И в кабелях связи, и в дали, и многое еще везде. В общем, в общем. И последнее, последнее, что я хотел сказать. То, что даже сейчас я с вами общаюсь, использую радиотелефон, это тоже заслуга Александра Степановича Попова. Но при этом, извините, пока что все это звучит так. Вот его оценили за границей, повесили портрет в Париже, поэтому мы, как честные люди, обязаны тоже его признать самым главным. А если бы не было портретов Парижа, то тогда у нас появилось бы поле для деятельности, поле для обсуждения. Конечно. Значит, вот вы видите, на его изобретение претендует четверо. А Славянов, он один. И никто не претендует, и никто не сравнивается с ним. Он один. Он изобрел сварку. Он один, сегодня признан в мире. И он на сегодняшний день имеет диплом Чикагской международной выставки. А, то есть тоже есть. Да, 1593 года, и вот где этот стакан как раз был отмечен, этим дипломом награждается только изобретение мирового уровня. Игорь Николаевич отбывает любые аргументы пока, что есть аргументы, которые не отобьет. Насколько я помню, Попов не прославлял имя Перми. Он вообще про Перм не упоминал. Значит, господин Славянов, он жил и работал в Перми. Если мы говорим про будущее, мы бы не летали на самолетах, не ездили на автомобилях, потому что именно это изобретение, которое мы каждый день пользуемся. Игорь Николаевич правильно сказал, даже тумбочка. Значит, у нас бы не было ни трубопроводов, ни кабелей, ничего. То есть именно за счет этого изобретения промышленность во всем мире скакнула на порядок. Скажите, что в Перми тоже. Так точно, и в Перми точно. И в Перми точно. Давайте я вам еще дам буквально 30 секунд, для того, чтобы вы сформулировали свое отношение к Славянову. Понимаете, Славянов это узкопрофессиональная задача. Историческая задача. Задача нашей памяти, задача нашего, скажем так, служения имени Славянова. И он не может быть именем Перми, потому что, ну, в конце концов, Пермь это не город сварщиков. Если Нижний Тагил город Металургов, то если мы изберем, значит, Славянова, то будут говорить, Пермь это город сварщиков. А если род Строгановых? А если род Строгановых, значит, Пермь будет Пермяки и соленые уши. Что, собственно, и есть. Что, собственно, и есть. Спасибо. Присаживайтесь. Мы снова возвращаемся на улицы нашего города. И снова Елена Данилина там опрашивает людей, чтобы выяснить, знают ли они, что именно сделал Славянов. И сделал, может быть, именно для Перми. Многие считают, что Николай Гаврилович Славянов внес неоценимый вклад в развитие нашего города. А что думают об этом прохожие? Что-то изобрел железо, что ли. А Славянова, конечно, знаем. Мы знаем, его памятник стоит в Мотовилихе. И техникум есть славяновский. И он какие-то там методы новые термообработки, металлургии изобрел. Знаем, знаем. Славянов, да, вообще-то. Славянов, Славянов. Ой, забыла я. И вот это его изобретение как раз первое получило применение на Ленинском заводе. Ну, прежде всего, это в промышленной сфере, в сфере инженерного труда. Сварщик. Сварку изобрел. А еще что вам известно? Металлы сварил. Разные. Я, честно говоря, не знаю, подсказывал Лену что-нибудь людям или нет, но такое вот единодушие. Практически все в курсе. И это делает честь для жителей Перми. Я думаю, что аплодисменты вполне уместны. А на место оппонента я приглашаю Татьяну Тюнова, директора радио-технического колледжа имени Александра Попова. Татьяна Валентиновна, вы за Попова будете сейчас снова. Да, я за Попова. Я опровергаю тот факт, что в Перми не знали про него. Существует такая книга, написанная Верхоландцем, город Пермь, ее прошлое и настоящее, изданная в 1913 году. Среди 25 значимых имен нашей Перской губернии здесь одно из... Большое внимание уделяется имени нашего земляка Александра Степановича Попова, его изобретениям. И я хочу отметить многогранность, то есть в нескольких областях его открытие дало результат, именно результат огромный, потому что благодаря его открытию 21 век, это век развития мощного, развития бурного, развития научно-технического прогресса именно в этих отраслях нашей промышленности и народного хозяйства. Блистачно. Пока оставайтесь, может быть будут вопросы. Позвольте. Да, конечно. Пожалуйста. Славянов осветил завод уникальными дуговыми лампами. Совершенно новый проект ламп. В России ничего подобного не было. Первое освещение города Перми. Далее продолжаю. Вот Игорь Николаевич подсказывает, но я вначале хочу сказать... Это вы должны ему подсказывать. Я вначале хочу сказать о городском театре, который в 1894 году на заседание Пермского отделения русского технического общества, императорского еще добавлю, председателем которого был, к слову сказать, Славянов Николай Гаврилович. Решен был вопрос о электричестве городского театра, который мы сейчас знаем как театр, опера и балета, городского сада. Да, 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 да. Славянов. Но решен вопрос, не изобретение. Минуточку. Я говорю о том вкладе в бытовую жизнь нашего города. Да, да, да. Юрий Константинович, правильно совершенно. Потому что пока что дискуссия сводится к тому, что важнее, изобретение электросварки или изобретение радиосвязи. И это неконструктивный разговор, если мы имеем в виду разговор о том, что такое тот или иной персонаж для города Перми. Я хочу уважаемому собранию напомнить, что Пермь – это не город сварщиков, не город электронщиков, это город металлургов. Вспомните, с чего мы начали. Был Ягошехинский завод, потом Мотовилихинский, который фактически ровесник нашему городу. И Славянов, вся жизнь которого была связана с этим заводом, это наша исконная история. Ничего более роднее, чем металлургия, у нас нет. Понимаете, это наши корни. Именно то, что он работал на вот этих пушечных заводах, он отдал им свою жизнь. Именно то, что он был любимейшим персонажем пермяков своего времени. Не зря на его могиле, на могильной плите написали нашему дорогому начальнику и другу рабочих. Тут еще огромное количество аспектов, которые можно говорить о том, что он сделал конкретно для нас. Он прежде всего, он и изобретатель, гениальный, и ученый, и промышленник, и организатор производства, талантливейший, руководитель. Он демократ по своей сути и гражданин. Это человек, который сделал очень много для города. Он, давайте вспомним о том, что он... Все, он сделал много для города. Давайте еще. Это за Славянова. Я бы хотел отметить, что сегодня очень правильно говорили о тех критериях, по которым надо выбирать нам вот эту личность, которая характеризует наш край. И вот для меня этим критерием становится важность для каждого человека, который живет сейчас, в настоящее время. А вы кого выбираете в итоге? Я не берусь выбирать, я гражданин нашего города, нашего края, и хотел бы сказать, что самое важное, что этот проект в целом есть. Вот вы сидите по мосту, который, благодаря Старте, надежно, живите себя спокойно, спокойно. Ну вот видите. Это Славянов. Это Славянов. Это Славянов. Единственное, что меня смущает, что сейчас вся дискуссия сводится к двум персонажам. Попов Славянов. Попов Славянов. Хорошо сказали про род Строгановых. Здесь семь фамилий. Кто-нибудь еще готов сказать про других персонажей? Я бы хотела поддержать доктора Суханова, на самом деле. Каждый из здесь семи фамилий, шести названных, кроме Строгановых рода, он как бы представляет какую-то одну только сторону, что ли. Один сегмент знаний, да. Он как-то специализировался, можно сказать, в каком-то одном направлении. Вроде же Строгановых можно встретить и талантливых инженеров, между прочим, тоже, так сказать, не чуждых изобретением. Дальше, значит, организаторов, да, управленцев. Государственных деятелей, деятелей искусства и прочее, прочее, прочее. Значит, деятели искусства, действительно, вот. Так, за род Строгановых спасибо, все понятно. Род Строгановых. Еще за Славянова хочу. За Славянова. За Славянова. Точно? Да. Чтобы закончить нашу дискуссию, так, мы играем... Почему закончить? Нет, именно между Славяновым и Поповым. А, все. Это эту дискуссию. Все, все сторонники Попова больше слова не имеют. Чувствуете? Чувствуете? Нет, нет, я закончил. Я считаю, что это очень важное мероприятие, прежде всего для молодежи. И мы должны помнить, что молодой, интеллигент, технический, получивший образование в Питере, получивший закалку на водкинских заводах, на мутнинских заводах, приехал грамотный специалист, и он всю душу вложил в Пермь. Это самое главное. И он сумел поднять культуру. Вы поймите, 19 век. Монтовилихи, большое пьянство, низкая грамотность, безграмотность сплошная. Он привнес культуру, он был музыкант, он прекрасно играл. Бетховена впервые рабочие услышали от того? От Славянова. Не было ведь радио. Это аргумент. Татьяна Валентиновна, спасибо. Благодаря вам эта дискуссия вышла на новые совершенно рубежи, но она не заканчивается. Мы всегда пытаемся посмотреть, как изобретение того или иного человека, как жизнь того или иного человека в прошлом отражается на тех людях, которые живут здесь и сейчас, на Пермиках. Давайте посмотрим видеосюжет, а потом вернемся в студию, продолжим дискуссию. Лицейст Миша Полыгалов уже пару месяцев как ежедневно заглядывает на сайт проекта «Имя Перми Великой». Интересно по-человечески и положено по должности, ведь он теперь еще и экскурсовод школьной экспозиции о земле Пермской. Он начал свое правление. Он как приехал и сразу же стал все это проектировать. Школьный вариант истории Пермского края немногим отличается от создаваемого в интернете. И там, и там звучат фамилии Связева и Воронихина, Попова и Дягилева, Любимова и Мешкова, Мадыраха и Славянова. Все чем-то так вот велики и заслужили это место. А это уже один из самых деятельных участников проекта. Политеховский преподаватель Юрий Цветков по количеству и размерам оставленных им комментариев бьет почти всех участников дискуссии. Сфера моих интересов жизненных, вот такая-такая, допустим, промышленность, техника, наука, театр, ну, в какой-то мере может быть спорт. Ну и сюда смело можно добавлять еще и пиар. Отстаивая кандидатуру первого политеховского ректора Михаила Дедюкина, Юрий Цветков развернул в своем вузе самую настоящую агит-компанию. В институте мы здесь вывесили объявление, что вот есть такой сайт, книжку, прямо на стенд приклеили и, значит, люди подходили, читали. И после этого голосование возросло многократно. Правда, цифры скакнули не только в топике Дедюкина. Политех не менее активно голосовал и за первосварщика Николая Славянова. Плюс славяновский техникум, плюс мотовельхинские заводы, плюс даже некие инициативные группы, которые не быть, не жить, но хотели видеть Николая Гавриловича победителем проекта. В кандидаты на имя Перми Великой он был зачислен еще в январе, когда началось предварительное голосование, почти все время держался в четверке лидеров. В итоге там и остался с результатом всем сквозьиком тысяч голосов за. Мы возвращаемся в эту студию для того, чтобы продолжить дискуссию. И еще один оппонент, Алексей Львович ТАСС, историк, краевед. Здравствуйте, Алексей Львович. Вам слово. Две минуты для выступления. Я хотел бы сказать следующее. Мы маленечко тему всю сузили, потому что мы говорим о Перми Великой, о всем нашем крае. Они достойные люди и попов, и славянов, но они не имя всего Пермского края. Они не имя. Во-первых, почему? Давайте по первому принципу возьмем. Родились не здесь, воспитывались не здесь. К нам они приехали готовыми специалистами, так? Попов в духовном училище учился. А вы за кого? Я за Мадыраха. Почему? Я могу объяснить, почему. Потому что Карл Федорович Мадырах сделал столько, что многие наши городоначальники современные должны учиться этому. Оставить столько после себя. Вот наши улицы города Перми, осушенные в то время, когда началось осушение улиц, начались такие градостроительные работы большие. Возьмите тот же вал антипаводковый. Возьмите правила, которые он завел, чтобы те телеги, проезжающие через город, не ехали, ехали вводным путем. Он завел порядок. Он научил чиновников быть честными. Понимаете? Нет. Сейчас мы говорим... Мадырах был человеком, которого боялись, говорят, сущий медведь, потому что его боялись и подчиненные, и боялись те люди, которые воровали. Два человека в России было. Огарев, беснословно богатый был человек, и Мадырах, который по нравственным принципам не воровал, не таскал. И вы знаете, что когда Мадырах уезжал из Перми, Пермь вся плакала. Потому что... Спасибо. Спасибо. Но, вот смотрите, вы выступаете за то, чтобы имя Перми Великой в этом проекте победил начальник. Нет, я не хочу этого сказать. Вы только что сказали. Вы за то, чтобы такой руководитель, именно руководитель, чтобы все руководители брали пример. Почему я за Мадыраха? Я вам отвечаю. Прекрасный тезис. Я хочу, чтобы аудитория либо поддержала его сейчас, либо опровергла этот тезис. Так за Попову все знают. Так, пожалуйста. Ну, основная аргументация защитников Славянова сводится к тому, что он сделал грандиозное открытие для мира, и Пермь попал на карты города, мира, мира России. Но неужели это так важно? Главное, что он сделал для самого города. Вот я тоже согласен, что Мадырах должен стать именем Перми. Так как его настолько глобальный вклад вообще в развитие города, это, во-первых, он был архитектором по профессии, во-вторых, во-вторых, он открывал училище в начале 19 века. По сравнению с этим, мне кажется, вклад Славянова много меньше. Не в беду, конечно, это будет сказано. Понятно. Ну вот, на самом деле, я сильно завидую нынешнему покорению молодому, потому что мои школьные годы прошли в Перми. Я не знал, кто такой Мадырах. Правда. Не знал и не слышал никогда ни от кого, ни в каком седьмом классе, ни от кого не слышал такой фамилии. Правда. Такая была политика, когда вы учились. А если вы сейчас обратите внимание, что если бы в школах больше занимались краеведением, воспитывали детей, тогда бы, может быть, аудитория сейчас не была такая, говорится, заточенная на двоих. Соглашусь. Но при этом, все-таки, это плюсы Мадыраха, это не минусы Славянова. Вот я еще раз говорю, может ли быть, ответьте, пожалуйста, если есть такая возможность, может ли быть в качестве победителя проекта, имя первой великой, не начальник выбран? Что здесь хотелось бы сказать? Ну, во-первых, конечно же, Славянов, в чем разница Славянова и на самом деле Мадыраха? Мадырах обладал властью. Как он строил улицы, любопытно мне знать? Он строил их очень просто. Он собирал мзду с купцов. И, соответственно, на это он и выравнивал улицы города Перми. Он был властным, он был сильным. Что делал Славянов? Он собственными силами, собственными усилиями, понимаешь, ставя себя гражданином, как уже было сказано, гражданином Перми и гражданином России. Что он делал? Он выходил больной-небольной на завод и варил. Что он делал? Он создавал женское образование в Матавилихе, которого не было тогда. Что он делал? Он при Алексеевском реальном училище создавал институт, ну, тогда еще отделение, горно-заводское отделение, как мне подсказывают. Славяновский техникум со временем. Вот. Нет, все-таки швейцовский. Техникум швейцовый. Это современный, сегодняшний техникум швейцовый. Все это делал Славянов. Кроме того, он понимал реальные проблемы общества. Например, он понимал, что общество пьет. Что он сделал? Он не взял властную руку и сказал, все, все не пей. Он создает общество, где пытается привить культуру жителям Матавилихи, жителям Перми. Каким образом? Он рисует картины, показывает эти картины. Он хорошо рисовал. Он играет им на музыкальных инструментах, привлекает их. Он действует как именно гражданин. И это очень показательно. И я вот хочу обратиться к молодежи. Вот представьте себе себя. Человека молодого, но уже страдающего страшным заболеванием, ревматизмом. И вам говорят, что вам сейчас под холодом надо выйти и сварить колокол, который завтра должен звонить на Пасху. Звать людей. Большинство из современных людей скажет, а сколько это будет стоить? Что делал Славянов? Он одевался, при том, что у него приступ, потому что дождь на улице. Шел на завод и варил. И именно это его и убило. Много ли он сделал для Перми? Вы посмотрите, сколько мы сейчас перечислили вещей, которые он сделал для Перми. Сделал много. Позражайте. Я возражать буду только одним. Давайте будем говорить так. Губернатору губернаторова, инженеру инженерову. Так? Начнем с того, что Карл Федорович обладал двумя важными качествами. Был деловит, прекрасный инженер. И был честным человеком. Он свою работу выполнял, кстати, не хуже. Если вы посмотрите, сколько Карл Федорович ездил по России, сколько ездил по нашему краю. И Катерининский канал. Никому он уже не нужен был, но он его достроил. Давайте будем говорить так, что губернатор, который обладал государственными мозгами, который блестяще разбирался в родном крае. И, наконец, последнее я хочу сказать. Если мы будем говорить про образование. Книга издательства при Мадырахе поднялась. Работы научные при Мадырахе. Возьмите Никиту Савича Попова работы. Возьмите людей, которые работали с Мадырахом. Историк Берг, доктор Граль. И можно перечислять и перечислять людей. Давайте будем говорить. Это Мадырах. Он создал культуру. Теперь извините, я последнее скажу. Мадырах это человек, который напоминает звезду. Звезда умерла, а свет идет. Все. Спасибо большое. Алексей Тасс. И еще есть. Есть еще один оппонент. Геннадий Тушнолобов, депутат законодательства собрания Пермского края. Пожалуйста, Геннадий Петрович, ваше место у микрофона. Только пока вы еще не начали, один вопрос у меня есть к Игору Николаевичу. Правда, что вы весь вчерашний день практически провели в музее Славянова? Ну, не правда, что весь день. Но провел какое-то время в музее. Это правда. Какое? Час? Пару часов, наверное, да? Три часа. Три часа. Вам тяжело сейчас будет? Почему я сюда пришел и почему я встал за эту трибуну? Я внимательно посмотрел на это название, имя Перми Великой, и очень много общался с людьми, и в том числе с историками. Не понимают они, как эта категория людей, о которых мы сегодня обсуждаем, увязываются с этим названием. Вы все прекрасно понимаете, что имя Перми Великой никак они не связываются. Это абсолютно другая историческая эпоха. А что вы понимаете, как Перми Великой? С натяжкой. Вы знаете, название же было такое. Знаю. Название было такое. Но сегодняшний день вы вычеркиваете. Под это название? Под это название ни в коем случае. Надо это добиться, надо присвоить и так далее. А кто сказал, что мы великие? Так, все. Ну, давайте все точно, правильно фиксировать. Поэтому вот я только это хотел сказать. Спасибо большое, Геннадий Петрович. Вы действительно, может быть, задали для финальной части программы самую важную тему. Пермь Великая. Это вот там, в глубине веков, и мы все, те, кто здесь родился, уехал, те, кто здесь родился, остался, те, кто родился в других местах, приехал и здесь работает, не имеем права близко называться Перми Великой. И будущего нет, у Перми Великой. Потому что это все там, в прошлом. И когда выбираем семь имен, это мы только туда, в глубину веков. Отвечайте, пожалуйста, Евгений Николаевич. Мы говорим о том, связывая город Пермь, Пермский край с именем Великая, и вспоминая нашу историю, я думаю, что все-таки мы действительно сколыхнули серьезный пласт, значит, исторический, мы говорим о будущем. В то же время мы говорим о будущем. Поэтому я бы думаю, что нам полезен этот разговор, полезно вспомнить совершенно уникальных людей, которые связаны были с Перми, с тем, чтобы мы имели пример для наших будущих достижений. Есть еще в зале мнение именно по этому поводу? Секундочку. То есть Великая только называлась земля, потому что она была большая, по территории, понимаете? А не потому что там, так сказать, геальная земля или еще какая-нибудь. Просто Великая, потому что большая. Да, сейчас подойдем. Мне очень важно понять, Пермь Великая это в далеком прошлом или это сейчас, или это завтра? Вот что мы вообще по этому поводу дамам с удовольствием? Я хочу сказать, что Пермь Великая не только географическое название, мы себя, пермики, должны осознавать как Пермь Великая, понимаете? Своими делами, людьми и географическим положением мы Пермский край. Осознавать. И мы сегодня живем в Перми Великой. Если мы будем заниматься пропагандой своего края, гордиться своим краем, а не говорить, что мы все поехали в Москву, тогда это будет Пермь Великой. И сейчас она Пермь Великой. Она нашими делами укрепляет свое состояние. Да, это будет все. Обычно эта программа заканчивается на какой-нибудь очень радостной ноте, на утверждении. Здесь спасибо. Вам не бы хотелось эту программу закончить на вопросе. Следующая выйдет через неделю. По крайней мере, неделю каждый из нас может честно, откровенно говорить сам с собой. Пермь Великое – это то прошлое, к которому я не имею никакого отношения? Или действительно от нас зависит? Будет это Пермь Великое через 10, 20, 30, 150 лет или не будет? Я благодарю всех участников этой дискуссии за этот разговор. Скрупулезные подсчеты дали нам следующие результаты. 24 человека уже на выходе считают, что Николай Славянов – это имя Пермь Великой. А количество тех, кто не приемлет Николая Славянова в этом статусе, уменьшилось до 15 человек. Однако эти цифры кажутся уж очень маленькими, если посмотреть, что происходит на сайте Пермь Великое.ру. За 20 тысяч голосов «за» уже переварил Николай Славянов. И сегодня он занимает второе место в списке главных претендентов на звание имя Пермь Великой. Голосование продолжается так, что вы можете или добавить ему своих голосов, или поддержать кого-то из других кандидатов. Закончилась дискуссия в этой студии, посвященной Николаю Славянову. Честно говоря, неожиданно для меня, вместо того, чтобы обсуждать кандидатуру Славянова, участники дискуссии в итоге вышли на обсуждение задач самого проекта. Что такое имя Пермь Великой? Может быть, это самый главный итог всего этого проекта? Самый главный итог – обсуждение всех семи кандидатов, за которые вы голосуете на сайте www.permvv.ru или с помощью смс-сообщений на короткий номер 5128 после слова «Т». Но это не последняя программа. Здесь состоятся еще встречи, еще разучат мнения за и против того или иного кандидата. И до 1 июня у вас есть возможность определиться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова